Всем привет! Вы смотрите интернет-обзор на ТВК. Прямо сейчас о том, что лайкают, репостят, а главное, что обсуждают в соцсетях. Поехали! Самая горячая тема последних дней – это, безусловно, предстоящие выборы президента США. За место борются Дональд Трамп и Джо Байден. Уже прошли первые теледебаты. Два политика оскорбляют друг друга полтора часа без смс и регистрации. Теледебаты Трампа и Байдена скорее напоминали словесную перепалку в прямом эфире. Они отказались от традиционного рукопожатия, оскорбляли, перебивали и затыкали друг друга. Байден назвал Трампа щенком Путина и обвинил его в уклонении от налогов. Трамп, в свою очередь, заявил, что его оппонент получал деньги от Елены Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы. А еще отметил, что за 47 месяцев своей политической карьеры сделал больше, чем Байден за 47 лет. В соцсети придумывали мемы и обсуждали политику. Дед с дедом сцепились по пьяни, испортили всем праздник каждый день одно и то же. Дебаты в Америке, дебаты в Англии, русские дебаты. Дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена, 2020 год. Фото в цвете. Один старик выглядит больным физически, другой психически. Дебаты? А что это? У нас так не принято. Два кандидата сцепились по пьяни и испортили всем дебаты. Каждые четыре года одно и то же. Казалось бы, при чем тут Россия? А когда бой состоится, ничего неизвестно, я бы посмотрел. Политика – самый большой цирк. Вы смело теледебаты в США, а точнее их участников, Иван Ургант в своем вечернем шоу. Назовем эту ситуацию, два пожилых соседа ругаются в гаражном кооперативе. Вопрос, почему Байден назвал Трампа щенком Путину. Это такое, какой-то, друзья. И все очень просто. Президента Трампа выдал жетон. Вы фотографию увеличите, посмотрите. Пожалуйста. Вы видите, там написано, меня зовут Дональд, если я потеряюсь, позвоните в Кремль. Дебаты продлились полтора часа, конечно, могли бы и дольше, но обоим участникам пришло время принимать таблетки. На самом деле, старик Джо просто опять оговорился. Вместо Паппит, марионетка, сказал Паппи, щенок. Продолжает удивлять, что такие шутки позволяют на первом, и это прекрасно. Иван, будьте аккуратнее в шутках. Или вы договорились с дядей Костей? А то может произойти нарушение обмена веществ с комой. Каждый выпуск – элегантный троллинг властей. Кайф! Следующие теледебаты в США пройдут 15 октября. Тем временем наша власть обсуждает, кто съел пирожки и бутерброды депутатов Мосгордумы. Таким новостям всегда хочется добавить. Жулик, не воруй! Год назад Мосгордума заключила контракт на буфетное обслуживание. Депутатов должны были кормить бутербродами и пирожками. На это дело было потрачено 2 миллиона 600 тысяч рублей. Однако парламентарии заявили, что никаких вкусняшек так и не увидели. Иронично возмутилась депутата Екатерина Янгалычева, которая и обнаружила фейковый тендер. На бутерброды хлебобулочные изделия. На обеспечение заседаний Думы, заседаний комиссии. Все прописано не менее 14 раз в месяц, если я не ошибаюсь. Бутерброды, хлебобулочные изделия. Кушают депутаты. Депутаты, дорогие Единой России, вы видели бутерброды? Где бутерброды? Кто сожрал бутерброды депутатов? Также Мосгордума потратила 31 миллион рублей на создание медиатеки на своем официальном сайте. По словам Янгалычева, в медиатеках оказались несколько фотографий депутатов, сделанных штатным думским фотографом, которые и так получают зарплату. Когда информация о контракте на буфетное обслуживание появилась в СМИ, бутерброды депутатам все-таки подвезли. Нужно срочно расследовать сие недоразумения. На расследование предлагаю выделить 3 миллиона рублей. Миллиардов. Если у них там такой бардак, что уж говорить о регионах. Американские шпионы все слопали гады. Я их сожрал. Какие претензии? Видимо, с кем-то не поделились. Но если уже даже депутатов Мосгордумы кидают на бутерброды и пироженки, тут и добавить нечего. Воровать у бабулек, воровать у детей, воровать у самих себя. В соцсети покорила 73-летняя пенсионерка Нина Богинская из Минска. Она стала одним из главных символов протеста в Беларуси. Ее задерживали множество раз, отбирали флаг, а за участие в акциях выписали штрафы в более чем на 16 тысяч долларов. Платить она их принципиально отказывается, и чиновники удерживают половину ее пенсии. Однако Нина Богинская все равно выходит на улицы Минска из раза в раз. Не ради себя, а ради будущего своих детей, внуков и даже правнуков. Я не хочу сказать, что смелость идти на пролом – это для меня кайф, но я лечусь твоим обовязком, бо я у Сюшни Живелина. Жить, есть и только, и не думать про нашчатков. А тут у меня нашчатки, дети, внуки, и на вот правну взявился, чтобы уйти. События, которые развернулись в стране после выборов президента, вселили в Нину надежду, что ее борьба не напрасна. Нина – топ, да и все, кто не сдался, великолепные. Нина – совесть белорусского народа, преклоняюсь перед вами долгих лет жизни. Какая же вы умная и красивая женщина, спасибо. Респект, пенсионерки, позор такой власти. Позор какой-то, диктатор со старухами и женщинами воюет за свой трон. Героическая женщина. Срочные новости из мира животных. В ровом ручье белым медведям подарили новые игрушки. Играют они, радуются посетители. Какой красавчик, Мишка, как ребенок. Самое милое видео. На этом все. Вы смотрели интернет-обзор. Больше новостей учите на сайте tvk6.ru и будьте здоровы!